Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Карагандинская область вошла в желтую зону относительно заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в регионе выявлено 124 новых больных. Металлургический комбинат Арселор Металтимиртау продолжает загрязнять город металлургов. Группа депутатов местного маслехата намерена проводить регулярные инспекторские проверки. Карагандинец Данил Мусабаев стал третьим на этапе Кубка мира по батудной гимнастике. В соревнованиях участвовали 63 спортсмена из 14 стран. Карагандинская область вошла в желтую зону относительно заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в регионе выявлено 124 новых больных. Это на 49 человек больше, чем днем ранее. Однако несопоставимо меньше, чем регистрировалось еще неделю назад. Эпидемиологическая ситуация в Карагандинской области постепенно стабилизируется. За последнюю неделю отмечается значительное сокращение суточного прироста новых больных коронавирусной инфекцией. Это позволило нашему региону выбраться из опасной красной зоны. Репродуктивное число на данный момент составляет 0,4. Уровень заболеваемости на 100 тысяч населения – 10 564. Медики не перестают повторять, что единственный действенный метод профилактики – это вакцинация. Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы прививку получило 80% взрослого населения. Прививочная кампания проводится уже больше года, однако до этого показателя Карагандинской области еще далеко. По состоянию на 16 февраля первым компонентом вакцины привито почти 73%. Полный курс вакцинации получили 65%. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Караганда готова противостоять возможным паводкам. Об этом заявили акимы двух районов города. На аппаратном совещании обсуждали противопаводковые мероприятия. Своевременный вывоз снега и прочистка системы водоотведения – это главные мероприятия, которые необходимо выполнить в рамках подготовки к весне. В Казбикбейском районе увеличили список улиц, где проведут противопаводковые работы. На 100 улицах подготовят инертные материалы. В настоящее время четырьмя подрядными организациями на сегодняшний день были составлены и утверждены нами графики производства работ по уборке и вывозу снега по очистке от снега и наледи ливневых канализаций открытого и закрытого типа в районе. Данная работа будет начата с 21 февраля и завершена 15 марта. На территории района имени Бокейхана 9 поводкоопасных участков. Все они находятся на контроле управления по чрезвычайным ситуациям. В этом году будет организовано круглосуточное дежурство диспетчерских сил. Всего в Караганде 19 поводкоопасных участков. Основным проблемным вопросом является подводящий канал Федоровского водохранилища и река Сокора. В 2020 году была проведена санация части подводящего канала. В 2021 году на данном участке внештатных ситуаций не было. Вместе с тем в этом году мы будем брать этот данный участок на контроль. И после прохождения поводкового периода, все-таки с управлением природных ресурсов, будет необходимо решить вопрос по обустройству подводящего канала и либо дно углубления и расширения русла реки Сокора. Главный спасатель Караганды также попросил уделить особое внимание некоторым улицам города, где в поводковый период регулярно скапливается талая вода. В последующем, по мере приближения календарной весны, будет необходимо провести мероприятие по очистке ливневых каналов, ливней, приемников и водопропускных труб. Особое внимание уделить сектору Михайловка, где в прошлом году прокладывали газопровод и, возможно, был нарушен естественный рельеф местности и, соответственно, система отверения. А также обратить внимание на улицу Магнитогорскую, где проводился капитальный ремонт автодороги. Участники совещания отметили, что прохождение поводкового периода без аварийных ситуаций возможно только при своевременно принятых мерах по вывозу снега, очистке ливневых и водопропускных сооружений. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Пепел от отопительной котельной возле Майкудука отравляет жизнь жителям поселка Курьяновка. Кроме того, сельчане боятся, что в случае обильного паводка их дома будут смыты водой из реки Веснянка. Об этом они рассказали Акиму Караганды и Ермоганбету Буликпаеву. Мы 30 лет у Акимата ничего не просили. Мы сами все делали. Почему сейчас нас забывают? Почему у нас с одной стороны свалка? Золоотвал отопительной котельной находится всего в полукилометре от домов поселка Курьяновка. Из-за этого сельчанам приходится жить буквально в эпицентре смога. К тому же в прошлом году в целях охлаждения котельной было изменено направление русла реки Веснянка. Но при реализации такой масштабной работы не учли, что река может выйти из берегов. Мы не хотим этот золотвал. Есть место, где можно его построить. Но почему-то они решили, даже не сказав никому населению, нам никому не... Они взяли и построили. Да, не в известность не поставили. Почему? Мы же тоже люди. Они взяли и построили. Нам... У нас сейчас там идет угроза потопления. Это первая угроза. Они поменяли даже русло реки. Это я не знаю, как это можно. И чтобы мы, жители поселка, об этом ничего не знали. Когда его даже строилось, нам сказали, что строится вода в сортировку. Но это неправда. Во встрече приняли участие руководители управления экологией, земельных отношений и других ведомств. Население задало четкие вопросы. Они хотели знать, кто дал разрешение на строительство зола отвала рядом с жилыми домами. Второй вопрос. Вы у всех спросили. У автострады. У всех вы разрешение спросили. А у людей? Вы у людей спросили, почему вы нам... Вот на нашем здоровье вы и стоите золотого. По словам чиновников, все документы были оформлены в рамках закона и получены соответствующие разрешения. Однако представитель палаты юридических консультаций заявил, что документ, вызвавший протесты местных жителей, несовершенен. Вот эти слова, вот эти лирика, эмоции, они ни к чему здесь. Конкретно по закону. Бьет у вас все правильно. Хорошо. Нет? Ну что-то решить. Я вам говорю, там ошибок очень много. У меня вопрос к земельщикам. Вопрос к земельщикам. Кто и как дал, на каких основаниях им землю во временном пользе на 4 года 11 месяцев, если там расстояние не соответствует, если там нарушены экологические нормы. Они должны были обсыпать всю территорию или поставить ограждение. Они речку перекопали. То есть водоохран. Мне вопрос к водоохранному бассейну организации. Куда они все смотрели? Сейчас вопрос остается открытым. Принято решение организовать вторую встречу с представителями поселка в Акимате города. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. На последнем расширенном заседании областного Акима глава региона Женис Касымбек остался недоволен темпами работ Арселор Миттал Тимиртау по улучшению экологической обстановки в городе Металургов. Реакция местных властей последовала незамедлительно. Депутаты Тимиртауского маслехата инспекции наведались на комбинат. Металургический комбинат Арселор Миттал Тимиртау является самым главным загрязнителем города Металургов. Несмотря на заверения иностранных руководителей компании о сокращении выбросов, тимиртаусцы каждый год замечают черный снег на земле и серую пыль на подоконниках. Конечно же, в Арселоре очень много проблем. Касательно именно это все связано с устаревшим таким оборудованием, с его негерметичностью, так как достаточно часто встречаются неорганизованные выбросы. Например, могу сказать, что по цеху обжига извести у нас штраф составил 75 миллионов. Там у нас были превышения. По ТЭЦ ПВС у нас штраф вышел порядка 3,5 миллионов. С инспекции на металлургическом производстве побывали депутаты Тимиртауского маслехата. По словам народных избранников, горожане жалуются на постоянный дым с комбината, который оседает в городе. Металлурги сетуют на то, что с момента строительства города ветер изменил свое направление. Именно в зимнее время город попадает под розу ветров, которые направляются на город. Он еще и сместился. С времени строительства роза ветров сместилась. Да, роза ветров немножко сместилась. И, к сожалению, сейчас у нас есть такие моменты, когда над городом зависает вот эта вот пелена застоявшегося воздуха. Посетили депутаты и площадку электрофильтра «Агломашины номер 5», который был запущен в работу в прошлом году. В следующем завершится большой экологический проект по шестой «Агломашине». Депутаты заявляют, что подобные инспекторские визиты они будут осуществлять ежеквартально. «Самый главный сегодня вопрос в городе Тимиртау – это, конечно, экология. Сейчас мы с коллегами и депутатами ведем подготовку для встреч с нашими избирателями. Это порядка 30 тысяч человек. И особо острые вопросы мы предварительно прорабатываем, смотрим. И сегодня у нас наш визит носит рабочий ознакомительный эффект. Посмотреть, насколько работают природоохранные мероприятия». Вместе с тем, экологи заявляют, что кардинально улучшить экологическую обстановку в Тимиртау позволит лишь газификация. Голубое топливо стало доступным для жителей частного сектора в конце ноября прошлого года. Сейчас рассматривается вопрос подключения к газу предприятий города. Александр Цирикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Только за первый месяц этого года почти 2,5 тысячи интернет-преступлений зарегистрировано в Казахстане. Полиция отмечает, что количество мошенничеств с каждым годом растет. Об основных незаконных схемах похищения денег через интернет рассказали сотрудники Центра по борьбе с киберпреступностью. 41 тысяча фактов мошенничества зарегистрировано в Казахстане в прошлом году. По данным МВД, наиболее часто они совершаются путем займа денежных средств. Это более 6 тысяч случаев. Под предлогом оказания услуг совершено почти 3 тысяч мошенничеств. При продаже недвижимости либо транспортных средств совершено 2 тысяч преступлений. Развитие цифровых технологий повлекло рост хищений, совершаемых с их использованием. Если в 2020 году в Казахстане количество киберпреступлений составляло 14 тысяч, то по итогам прошлого года их зарегистрировано уже свыше 21 тысячи. Почти половина из них – это получение предоплаты за товар или услугу по объявлениям. Оформление онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций с начала года совершено 3 тысячи таких преступлений. Хищение денежных средств с банковских счетов после получения персональных данных граждан – это 2300 преступлений. В большинстве случаев мошенники представлялись сотрудниками банков и звонили с подменных номеров. Во многих случаях потерпевшие добровольно вводили свои данные на фишинговых интернет-ресурсах. Почти две тысячи преступлений совершено под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты. В феврале текущего года за совершение ряда интернет-мошенниц путем размещения ложных объявлений о продаже сельскохозяйственной техники и зерновых культур установлены и задержаны три жителя города Павлодар. При задержании у них изъяты 20 сотовых телефонов, 10 сим-карт, 7 банковских карт, с помощью которых совершались мошенничества. Проверяется их причастность к 200 аналогичным преступлениям. Для противодействия киберпреступности с прошлого года реализуется ведомственная программа. В регионах созданы специальные следственные оперативные группы. Ежеквартально проводятся оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению киберпреступлений. Александр Царикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Оперативное мероприятие «Безопасность детей на дорогах» проводят карагандинские полицейские. Ее главная задача – снижение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов. В рамках оперативного мероприятия полицейские проводят обследование улиц и дорог, которые находятся в непосредственной близости от школ и детских садов. Особое внимание уделяется на дорожные знаки, светофоры, искусственные неровности. Только в прошлом году по предложению полицейских вблизи 63 школ установлены новые комплексы дорожных знаков. Помимо полиции в мероприятии примут участие местные исполнительные органы, органы здравоохранения, образования, а также все заинтересованные институты гражданского общества. Основной упор будет сделан на профилактику и праворазъяснительную работу среди несовершеннолетних детей в дошкольных и общеобразовательных заведениях. МВД напоминает, что нельзя оставлять детей без присмотра на улице и разрешать им играть вблизи проезжей части. Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения регулярно объясняйте детям, что ни в коем случае нельзя внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе и на пешеходные переходы тоже. Сегодня около полудня на 15-й магистрали перевернулся бензовоз. По информации полиции, водитель автомашины КамАЗ, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание 20-тонного полуприцепа, закрепленного к тягачу. На месте происшествия произошел разлив бензина без сгорения. В результате ДТП пострадавших нет, факт зарегистрирован в полиции, назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, сообщили в полиции. Подожди, подожди, подожди. Карагандинец Данил Мусабаев стал третьим на этапе Кубка мира по батудной гимнастике. Международное первенство проходило в Баку. В соревнованиях участвовали 63 спортсмена из 14 стран. Состязания прошли по новым правилам Международной Федерации Гимнастики. Казахстанский спортсмен Данил Мусабаев завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по батутной гимнастике в азербайджанской столице Баку. В батутную гимнастику Данил пришел в 4 года. За его плечами множество наград, но отдыхать не приходится. Сейчас Данил готовится к новым соревнованиям в Италии. «Подготовка проходила в городе Баку. Мы прилетели туда 3 числа и с 3 по 11 число были сборы у нас там. По две тренировки каждый день тренировались, нарабатывали свои комбинации. В принципе я считаю, что подготовились хорошо. Из соперников самые фавориты были это белорусы, олимпийский чемпион и призер чемпионатов мира тоже. Первое и второе место они самые лидеры были». Главный тренер сборной по батутной гимнастике Сергей Вертянкин возлагает большие надежды на спортсмена. Он уверен, если Данил продолжит победное шествие, место на Олимпийских играх обеспечено. «Мы попробовали на этих соревнованиях новую комбинацию, где Мусабаев Данил выполнил 5 тройных сальтов. Это хорошая трудность, конкурентоспособная комбинация была на этих соревнованиях. И, собственно, справился со своими эмоциями и выполнил свою комбинацию и стал третьим. «Были, конечно, трудности в том, что это новая комбинация. Первый раз он ее делает. Конечно, был у меня страх в том, что, возможно, не сделает на финальном упражнении, но он все-таки собрался и выполнил это упражнение». Руководители областного управления физкультуры и спорта вручили благодарственную грамоту. Вдобавок за высокое достижение гимнасту достоился ежемесячной стипендии в размере 200 тысяч тенге, а главному тренеру – 30 тысяч тенге до конца этого года. Александр Цирикидзе, Нариман Доголев, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова